то есть все погнали всем доброго дня с вами снова имзап сейчас я вам расскажу о особенности двигателя d4а и d4hb это у нас аша двухлитровый и d4hb 2.2 пошли они у нас с десятого года вот у нас как раз первый кузов самый надежный десятый год пробег 246 тысяч то есть один из самых простых надежнейших у нас нету ни экологии ничего стоит каталик обычный он неубиваемый не нужно туда лезть ничего также здесь все болячки которые уже в дальнейшем ваш бы стали проявляться и тут практически нету даже та же опора двигателя правая и тоже все порядке так вот вообще в целом о чем пойдет речь речь пойдет о датчике коленчатого вала какие он дает ошибки как это проявляется когда и сколько он вас будет мучить вообще в целом идея по поводу вот этого всего рассказа пришла потому что люди приезжают вот сейчас есть указан диагностика кпп пинается дергается глохнет машина там на скорости экстренная торможение то есть а пинок сзади спереди вот многие уже приезжают после ремонта коробки говорят что ничего не изменилось я сделал коробку и что-то нужно сделать из к так вот у нас коробки есть 6 ступки наша и fb и 8 ступки то есть опять же от года зависит допустим там до 16 с 10 по 16 шли там допустим 6 ступки опять же там переходной шоу уже 16 есть 8 ступки и далее у всех одна и та же проблема датчик коленчатого вала то есть прежде чем если у вас стала коробка пинаться стала глохнуть машина то есть пинается пинаться может на прогретую на холодную при остановке на светофоре при страде на светофоре может появляться пинки на скорость от 60 до 80 также при попытке ускорения на 120 тире там 140 то есть может продергиваться педалек или ратор может при этом реагирует плохо то есть это все симптомы датчик коленчатого вала у кого-то у кого-то допустим они иногда проявляются практически все сразу то есть во всех диапазонах у кого-то проявляется только один из случаев то есть может глохнуть только но при этом коробка не будет пинаться что ничего у кого-то на высоких то есть проявляется и как уже было раннее видео говорили что датчик коленчатого вала у всех по-разному вот среднем знаете он может до тех пор пока он вам даст знать и даст ошибку что он сломался может пройти год тире три то есть представители приезжают люди говорят я уже ничего не могу сил больше нет вот все сделали все сменили там починили коробку как вот здесь еще правда и не починили но здесь уже поменяли регулятор то есть сейчас клиент решил помыть почистить коллектор здесь он забивается крайне редко и как бы вот на пробеге 240 это будем первый раз делать ну это с одной стороны плюс то есть в целом мы помоем и плюс мы заменим датчик коленчатого вала нам будет удобней дать количество увала опять же при замене все зависит от цена по замене и по времени подрамник есть большой квадратный как здесь и подрамник есть короткий где короткий там полегче потому что нам необходимо снять стартер и под стартером находится датчик коленчатого так вот прежде чем разбирать коробку или ехать на диагностику первое что нужно понять правильно ли работает двигатель потому что он отталкивается то есть а кпп отталкивается круто крутящего момента dvs двигателя если двигатель работает некорректно то коробка тоже будет себя вести неправильно что здесь допустим мы сейчас получается у нас коллектора забиваются на евро 5 и евро 6 то есть опять вот евро 4 это крайне редко евро 5 уже допустим пробег там 100-150 на евро 6 мы уже моем каждые 50 70 тысяч то есть это все чаще 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 и чаще происходит вот датчик колевала сейчас заменим потому что жалоб по коробке прям реально много при этом ошибок никаких нет нет ошибок не по коробке опять же мы смотрим ошибки но это как бы сказать так для дилетантов да смотрим параметры параметры коробки параметры двигателя все работает неплохо после чего прокатились на автомобиле то есть также катался мастер по как пп у нас андрей прокатились и точно поймали эти моменты симптомы датчика коленчатого вала поэтому датчик коленчатого вала меняем коллектор чистим и после этого всего снова катаемся смотрим и уже тогда можно будет сказать порядке с коробкой что-то или нет то есть опять же в коробке проверяем наличие качества масла это первое что делаем то есть опрашиваем владельца когда менялось масло кто менял где менял бывает по-разному неправильно масло налили не долили неправильно его залили потому что у нас нужно то есть выставлять уровень на прогретом то есть от 60 до 80 градусов опять же прогреваем в среднем то есть мотор вот и обязательно это происходит в паркинге и на запущенном двигателе потому что есть моменты когда люди не знают что двигатель при выставлении уровня вкпп нужно заводить бывает всяк в целом то есть описали симптомы а полное видео по замене датчика коленчатого вала вы можете увидеть вот здесь ну что всем пока смотрите новые видео будем снимать и